Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики. Продолжаю двигаться дальше и поговорить сегодня об очень важной теме, а именно о порчах и проклятиях. Такая тема, которая очень многих пугает. Почему пугает? Потому что, конечно, мы видим много фильмов о том, что если кто-то наслал порчу, ну просто беда, люди прямо от этого умирают. И прямо-таки, правда, умирают. Ну или заболевают сильно. И с проклятиями все то же самое. Сколько мы видели триллеров, там, где человек страдает от проклятий. Целые поколения на которые наложено. И это прямо является какое-то общее место. И действительно, слово порча и проклятия вызывает страх. Вот правда ли это влияет на человека или нет? Это довольно важная вещь. И да, и нет. С одной стороны, да, поскольку это обладает сильным концептуальным влиянием, о котором я сказал, я напоминаю, что наша жизнь регулируется двумя векторами. Концепциями и переживанием. Концепция — это привычка видеть, слышать, чувствовать, обонять и связать, думать и так далее. Это привычка жить. А переживание — это спонтанный, совершенно неуправляемый процесс, не подчиняющийся никаким схемам и закономерностям, который живет сам по себе, которому вы отдаетесь. По сути, процесс переживания эквивалентен потоку вашей жизни. Сила порчи и проклятий работает только на концептуальном уровне. Так на самом деле было всегда. Это не то, чтобы современное общество в таком быстром мире пугается этого и сейчас начинает об этом говорить. Так было всегда. Если вспомните, когда большое войско персов наступало на Грецию, то Спарте нужно было принять решение, точнее царю Леониду, нужно было принять решение вообще сражаться или не сражаться на самом деле. И что он делал? Пошел к Оракулу. То же самое сделал. Я в одном из видео приводил пример. В то время фиванский царь Эдип, который спасал свою страну от мор, он тоже пошел к Дельфийскому Оракулу, для того, чтобы понять вообще, почему мор в фивах, почему люди мрут, и когда он одуплился, что из-за него он себя ослепил, если вы помните эту историю. А из-за него, поскольку мор в фивах пошел, поскольку он совершил такое глобальное прегрешение, переспав со своей матерью Иоакастой и убив своего отца Лая. Хотя никто на тот момент встречи, ни один, ни второй, ни третий, не знали, кто он. Вообще от этого проклятия стремились избавиться. Кстати, в случае с Эдипом это проклятие таки сработало. То есть, если вы помните эту историю, что когда родился в фивах у царицы, у Лая и у Иоакаста ребенок, сказали, что этот ребенок, прорицатель тот же, сказал, что этому ребенку уготовано тяжелое будущее. Он убьет тебя, Лай, и женится на твоей жене Иоакасте. И после этого на фивы будет наслан мор, люди будут умирать, неурожай, болезни и все прочее. Беда. И они, чтобы спасти себя, предпринимают следующее действие. Если я правильно помню эту историю, описанную Софоклом, давно это было, но я думаю, что правильно. Они пытаются избавиться от своего сына. Они прокалывают ему ноги и, соответственно, бросают его посреди какого-то пространства, посреди гор. И в это время пастух, житель Коринфа, видит этого мальчика. Он его забирает и относит в Коринф к своему царю и царице. И этот мальчик Эдип, которого мы назвали Эдипом, был вскормлен и воспитан царем и царицем из Коринфа. Дальше история такая длительная. В тот момент, соответственно, все было произведено через Дельфийского оракула, чтобы не подставить своих родителей. И, узнав об этом пророчестве, опять же, опять же, от оракула, Эдип покидает своих приемных, он не знает о том, что они приемные, папу и маму, чтобы не убить одного и не жениться на другой, и уходит в сторону Фив. По дороге он освобождает Фивы от нашествия, кажется, Сфинкса, уничтожает Сфинкса, загадывая ему загадки. До этого он встречает Лая на повозке, они встречаются на одном пространстве. Эдип убивает Лая, спасает Фивы от Сфинкса, женится в подарок на Иоакасте и правит какое-то время. Пока действительно не случается мор. Другая история, если вы помните, с песней о вещем Олеге, и примешь ты смерть от коня своего, коня убрали в сторону, изолировали, только когда конь помер, с ним решил попрощаться, его хозяин выползает с меня, ужалил и действительно помер. То есть, как будто бы много фольклора говорит о том, что на самом деле проклятие неизбежно, что на самом деле судьба существует, проклятие неизбежно, и с этим лучше не шутить. Это к вопросу о судьбе, и встает вопрос, правда ли наша жизнь запрограммирована. И тут мой ответ следующий, и да, и нет. Если ваша жизнь регулируется по большей части концепциями, то тогда вы действительно уязвимы по отношению и к проклятиям, и к порче, и к судьбе, которая запрограммирована. Если вы послан на этом землю, не знаю, верите ли вы в реинкарнацию, но положим, верите, вот, то это не первое ваше воплощение, и скорее вы отрабатываете вашу карму. За этой кармой присматривает некоторый специальный принцип устройства кармы. Это принцип, это не специальное существо, но которое он называет богом, ишварой. И тогда вы на этой земле реализуете прямо вот свое кармическое предназначение, если... А что такое карма? Это набор концепций. Если вы будете отрабатывать ее до тех пор, пока не выйдете за пределы концепций. И вот то, что я психотерапии переживанием предлагаю, это называется переживанием буквально. То есть ваши концепции будут сильны ровно настолько, насколько вы мало будете переживать свою жизнь. Что я помогаю своим клиентам в процессе психотерапии переживанием? Давать возможность оживать, замечая, как устроена ваша жизнь, замечая, что то, что было раньше вчера еще концепциями, оказалась иллюзия, что это не реальность, а суррогат ее, что это не реальность, а просто иллюзия, как мираж в пустыне. И концепции на самом деле никогда не существовало. У меня спрашивают, Игорь, как бороться с концепциями? Не нужно ради бога бороться с концепциями. Начните отдаваться потоку жизни сегодня, и концепции начнут разрушаться. И в какой-то момент вы станете неуязвимы по отношению к проклятиям, к пророчествам, к порче и к тому, что мы называем самореализующееся пророчество. В тот момент, когда появился бихевиоризм, его стали, это академическую школу использовать для объяснения некоторых социальных феноменов, социальную психологию перекочевало словечек, которые известны под названием самореализующегося пророчества. То есть, если вас рассматривают как какого-то определенного, важные для вас люди, сначала это родители, потом просто другие важные люди, вы начинаете стремиться к этим образцам, вы становитесь таким. То есть, он был открыт, этот феномен в педагогике, бихевиоральное подтверждение он называется в бихевиоризме. И если ребенка рассматривают как плохого ученика, туповатого, он и стремится к этим образцам. Так и работает проклятие. То есть, если вы на концептуальном уровне стремитесь реализовать проклятие, как в этом случае спящей царевной с уколотой пальчиком веретеном, то вы будете стремиться к реализации этого проклятия, а дальше будете по программе, концепции двигаться. И это в некоторых традициях называется кармой. Я называю это селф-парадигмой. Это более академическое название для того, чтобы понимать, как устроена реальность. Я вижу это, чувствую вот это, обоняюсь и за это, и так я привык думать, чувствовать, осязать, обонять. И поэтому я, моя реальность не меняется с день до дня и движется по запрограммированному пути, если я не переживаю свою жизнь. Поэтому порча, проклятие и все остальное действует только до тех пор, пока вы не начинаете чувствовать центр себя, чувствовать того, кто вы на самом деле. Вы не набор концепций. Вы не селф-парадигмы. Вы не то эго, к которому привыкли. Вы не тот набор феноменов, которые вы привыкли видеть каждый день. Вы просто его привыкли от трусости, от страха. И со временем вы убедили себя, что это есть реальность. И часть этой реальности вы отождествили с собой, сказав, это я. А часть феноменов вы отождествили с реальностью, сказав, что это реальность, в которой я живу. С тех пор вы не меняетесь. Если частью этой реальности и вас, вашего отождествления, является проклятие, ваша жизнь стремится туда. И действительно, люди порой умирают от проклятия. Известная, например, история не только от проклятия, но и от такого некого самовнушения. Известная история, мне кажется, описанная Виктором Франклом или Антоном Кемпинским, кажется, Франклом в книге «Человек в поисках смысла». Там история была такая, что в концентрационном лагере заключенные распространяли, ходили слухи о том, что скоро закончится война. И вот один из этих незаключенных был самым активным распространителем информации о том, что ему привиделось то ли во сне, то ли как, то ли информация откуда-то пришла, что 30-го там, по-моему, марта или апреля, по-моему, 30-го апреля 44-го года закончится война. Что произошло? В ночь на 1 мая он не проснулся, он умер во сне, мирно умер во сне, для него война закончилась. Сила концепции чудовищна. Сила концепции способна сформировать вашу жизнь, если она способна сформировать стены, через которые вы не можете пройти, а по сути стена это 99% пустого пространства, то, конечно же, она способна вас отравить. Безусловно, от концепции люди заболевают и астмой, и псориазом, и гастритом, и тяжелыми онкологическими заболеваниями, и шизофрения эта концепция. Если помните, я как-то выкладывал видео про природу безумия, я целую книгу даже написал, ее можно заказать на одном из наших сайтов, о природе и психотерапии безумия. На мой взгляд, безумия никогда не существовало, но как концепция, она существовала все время и до сих пор управляет многими из вас. То есть безумие – это металлоемкая концепция, которая тотально управляет всей жизнью человека, описывая, как устроена его реальность до тех пор, пока человек не рискует начать переживать. Универсальная механика профилактики всего этого – это переживание. Как только человек начинает переживать, часто это связано с трансформацией из культуры дефицитов, культуры избытка, как только он начинает делать этот прыжок в избыток и начинает становиться живым во всем, что с ним происходит, иллюзия концепции начинает развеиваться. Вам не нужно бороться с концепцией, переубеждать друг друга, потому что в этом случае вы скорее сформируете другую концепцию. Вы начинаете отдаваться всему, что происходит вокруг вас. В вашу жизнь начинает возвращаться огромный объем витальности, который дальше начинает запускать этот процесс до тех пор, пока вы не понимаете, что вы не то, что думали раньше, вы и есть та предельная реальность. Вы и есть Бог. В вашей жизни поселяется все больше Бога на процент, на два, на пять, на двадцать. Бух! Вы и есть Бог. И в этот момент никакое самореализующееся пророчество, никакая концепция, никакое представление объективной реальности больше не управляет вашей жизнью. Вы видите то же, что и другие люди, безусловно, поскольку тело – это уже набор концепций. Но вы ясно отдаете себе отчет, что вы не тот набор концепций. И самое главное, что не вы автор своей жизни. Я когда-нибудь запишу об этом отдельное видео про авторство и про явление утраты авторства. Если в ближайшие два месяца на канале не выйдет этого видео, пишите мне в комментариях, в личных сообщениях. Игорь забыл про такую важную тему рассказать – утрата авторства. Вот примерно то, что я думаю о силе концепции и о противоядии концепции. Я надеюсь, это оказалось достаточным для того, чтобы задуматься, как устроена ваша жизнь. Задуматься, а правда ли вы тот самый набор концепций, с которым отождествлялись предыдущие 35, 37, 48, 56 лет. С вами был я, Игорь Погодин. Можете на меня рассчитывать, я остаюсь в вашей жизни и буду продолжать писать вам видео, которые будут менять ваше сознание. Пока-пока, увидимся.